Сегодняшний маршрут приставов налоговиков и представителей Хостинской администрации пролегал по бытхе. В одной из пятиэтажек на Ясногорске участники рейда разыскивали сочинца, задолжавшего городу более 70 тысяч рублей. Молодой человек не позаботился об оплате транспортного налога. По указанному адресу должник не проживает. Правда, узнав о намерениях гостей описать его имущество, тут же прибыл на встречу. Оказалось, о долге знал. Говорит, всему виной бумажная волокита. Нет, мы с пенсионкой тоже сургаемся. У нас банк сгорел. Мы платежи все отправили, а они не ушли. Сейчас мы с пенсионкой разбираемся. Этот гражданин оплатить долг обязался в течение двух дней. Всего же в Хостинском районе несколько тысяч должников. Бюджет курорта из-за этих недобросовестных горожан недополучает миллионы рублей. Неплательщикам сегодня помешал спать спокойно судебный пристав. Подобные рейды, отмечают специалисты, один из наиболее эффективных инструментов работы с должниками. Ведь, как показывает практика, далеко не все готовы добровольно погашать задолженность. Как следствие, арест имущества. И если задолженность будет не оплачена в течение 10 дней, последующая его реализация с целью погашения задолженности. У нас сейчас заработал личный кабинет налогоплательщика, на котором можно зайти посредством задолженности, распечатать квитанции, также оплатить. То есть это очень легко, не выходя из дома. Можно все сделать. До крайности таких, конечно же, не доводить. Зачастую должники уходят не только от уплаты налогов, но и отказываются взаимодействовать с представителями соответствующих органов. Им просто не открывают двери. А если и пускают на порог, то с неутешительной информацией. Должник по этому адресу либо не проживает, либо о его существовании никто не знает. Но приставы не сдаются и напоминают. Розыск все равно ведется. Лично или по телефону неплательщику все равно напомнят о долге. Или долг сам напомнит о себе. Например, при попытке выезда за границу. Крупных должников туда не выпустят. Галина Моисеева, Инга Габешия, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.